Мы приветствуем всех, кто прямо сейчас смотрит Универньюз. Уже в ближайшие минуты вас ожидают самые свежие новости из жизни Казанского федерального и за его пределами. С вами Аделья Шамилова, сегодня в выпуске. Нам с телефлотом по пути. Необычный фестиваль студенческих СМИ остановился в Казани. Подведены итоги и выбраны победители. В Казанском федеральном завершился конкурс турецкого языка. Красиво, не по-детски. Маленькие принцессы Татарстана знают, где проявить свой талант. Теплоход Дмитрий Фурманов благополучно покинул район Волжска и на всех парах прибыл в Казань. Уже 11-й раз на его борту проходит весьма необычный фестиваль для будущих журналистов и представителей центральных телеканалов. Чем запомнится Казань всем участникам мероприятия, узнаете прямо сейчас. С 10 по 22 мая на теплоходе Дмитрий Фурманов проходит фестиваль молодежных СМИ «Телефлот-2017». Будущие тележурналисты отправились в круиз вместе с представителями центральных каналов «Изучать историю России». В программу фестиваля вошли мастер-классы, которые проводит режиссер-продюсер российского телевидения, телеведущие канала «Россия-24», шеф-редактор «Первого канала» и «Россия-1», главный редактор молодежных студий и многие другие. Участники фестиваля начали свое увлекательное путешествие из Москвы. Теперь им предстоит познакомиться со многими знаменитыми городами на Волге. На время прибытия в Казани для специалистов отечественной журналистики открылись двери медиа-центра Казанского федерального университета. Неподдельный интерес у гостей вызвала структура работы студенческого телеканала «Универ-ТВ». Ежедневные прямые эфиры, студенческие программы, новости, выход в кабельных сетях – все это и не только приятно удивило коллег с центральных телеканалов и не оставило никого равнодушным. Когда собираем региональных журналистов на своем теплоходе, снимаем сюжеты, монтируем какие-то интересные выпуски, разбираем, делаем четкий анализ, ну и потом уже смотрим, что на выходе получается. Но то, что я вижу, и мне кажется, это ваше преимущество и отличие от того, что вы правильно сказали, что делаете упор на практику. То, что я увидела, я думаю, что студентам есть чем у вас заняться, есть что попробовать, есть возможности снимать и себя видеть. Теплоход Дмитрий Фурманов уже благополучно посетил Нижний Новгород, Самару, Ярославль и Казань. Следующими точками его пребывания станут Ульяновск, Елабуга и другие. Здесь каждому предстоит снять интересные сюжеты. Пополнить архив эксклюзивными фотографиями и получить квалифицированную поддержку от старших коллег с центральных телеканалов. Аделя Шамилова, Эльдар Каримов, Алмаз Хазеев, Универньюз. С 12 по 13 мая прошел первый всероссийский конкурс по турецкому языку и культуре на базе Казанского федерального. Кто в нем принимал участие и кто забрал с собой победу, расскажем в нашем следующем сюжете. Первый всероссийский конкурс по турецкому языку и культуре продолжает традиции аналогичной Олимпиады, проводимой ранее на протяжении предыдущих 12 лет на базе Института стран Азии и Африки Московского государственного университета. Теперь эстафета по организации столь масштабного мероприятия перешла к Казанскому федеральному. Изменилось и его содержание. Славная традиция, надеюсь, будет продолжаться. Мы все востоковеды московские, петербургские, востоковеды Сибири, востоковеды Дальнего Востока знаем и ценим востоковедение Казанское, потому что Казань и Татарстан – это колыбель российского циркологической науки. Конкурс состоит из восьми номинаций. Учного конкурса, письменного сочинения, конкурса письменного перевода, также на знании истории и культуры Турции, творческих конкурсов, исполнение турецких стихов и песен. Всего участие приняло около 70 студентов из 10 вузов России. Важно отметить, что всех конкурсантов оценивала представительная жюри. В него вошли сотрудники Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова, Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, Социально-экономического университета, Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и Московского лицея номер 56. Представителем жюри являлся директор Института стран Азии и Африки МГУ Михаил Мейер. На торжественном закрытии Олимпиады «Долго не томя» были объявлены победители первого всероссийского конкурса по турецкому языку и культуре. Отметим, что студенты КФУ принесли в вузу 13 медалей разного достоинства, сделав вуз победителем в специальной номинации. Я в этой Олимпиаде участвую второй год, и в этом году у меня была такая небольшая проблема, я не могла определиться с песней. Но все-таки потом я решила остановиться на песне, которая была написана в 70-х годах, и думаю, мой выбор оправдал свои ожидания. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универ Ньюс. Математика – царица наук. Она сложна в изучении, но и столь же притягательна. Студенты IT-лицея КФУ смогли подробнее узнать ее тонкости и нюансы. Московский преподаватель математики Николай Андреев рассказал лицеистам об интересных деталях этой науки. 12 мая в IT-лицее КФУ состоялась встреча юных учеников и Николая Андреева, преподавателя математики Московского университета. Лекция, признанная обществом ученого, носила познавательный характер. Поднимите руку, кому хоть раз в жизни понадобилась теорема Пифагора. Зачем? Давай задачу. Ученики лицея увидели презентацию, где отображались математические постулаты. Здесь они своими глазами видели суть того, о чем рассказывал ученый. Более того, Николай с помощью подручных предметов подробно объяснял теоретические моменты. Юные лицеисты узнали новые о теореме Пифагора, площадях геометрических фигур и подобных вещах. Обычно люди, которые приходят к нам в лицей, это профессора, академики или студенты различных музов. Ученики лицея считают это мероприятие познавательным для себя. Мнение компетентного ученого всегда поможет разобраться в сложностях изучаемой науки и расширить объем знаний. Влада Крайнова, Ленардо Вретьяров, Универ Ньюз. В честь недавно прошедшего Всемирного дня защиты труда прошло множество акций, флешмобов и конкурсов. Активно вовлекаются в эту тему и самые маленькие. Подробнее об этом далее. Создание Всемирного дня охраны труда берет начало от профсоюзных организаций. И сегодня эта традиция не нарушается. Так, например, в этом году дети членов профсоюза Казанского федерального приняли участие в конкурсе рисунков и сочинений «Мое будущее. Это безопасный труд моих родителей сегодня». Работы, которые были представлены на этот конкурс, мы, в общем-то, удивились в хорошем смысле этого слова, насколько наши дети, оказывается, глубоко вникли в эту тему, тему охраны труда. Никто не ушел без своей награды. Детей отблагодарили медалями, дипломами и сладкими подарками. Ведь детские старания еще ценнее взрослых. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Примерить на себе корону и на миг стать принцессой мечтала, пожалуй, каждая девочка. Но не каждая знает, что такую возможность дает фестиваль «Маленькие принцессы Татарстана». 13 и 14 мая прошел отборочный этап детского благотворительного фестиваля индивидуальности и таланта. 13 и 14 мая в Горке парк состоялся отборочный этап 10-го республиканского детского благотворительного фестиваля индивидуальности и таланта «Маленькие принцессы Татарстана-2017». Наша цель – это развитие детей, девочек, талантливых, и неважно, откуда они родом, и вообще, какая у них внешность, соответственно, и какие-то, если есть проблемы со здоровьем. Мы за индивидуальности и талантливых детей. В туре фестиваля оценивают не внешние данные, а способности и талантливые социальные проекты фонариста. После презентации девочка получает клиенту корону титул «Маленькая принцесса Татарстана». Таким образом, формируется общество «Маленьких принцесс», которые в течение года участвуют в социальных переприятиях и благотворительных акциях по Татарстану и Казани. Поучаствовать в конкурсе в этот день собрались девочки от 5 до 16 лет, которые в отборочном этапе должны продемонстрировать свои таланты, рассказать о себе и ответить на главный вопрос, что такое дружба и дом. Деткам мы приняли участие в прошлом году, очень довольны. В этом году мы пришли снова поддержать уже наших принцесс. Мы участвуем в качестве, просто выступаем, поем гимн. Мне понравилось то, что я стала маленькой принцессой Татарстана. Мне нравится то, что девочки узнают разные города, столицы, узнают разные традиции. 4 июня в бальном зале Корстана состоится финал конкурса «Маленькие принцессы Татарстана». Обладательницы главных титулов в своих возрастных категориях получают эксклюзивные короны ручной работы и шанс представить республику на многих международных фестивалях без прохождения всероссийских этапов. Диана Шилова, Роман Самарин, Ленардо Митьяров, Универньюз. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях и узнавать обо всех событиях первыми. С вами была Аделья Шамилова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»